день добрый друзья нашим цыплятам нашим индюшатом конвертером сегодня две с полнедели прожили они у нас в маленьком брудере посадили мы их там малютками видео смотрели на моем канале но они вымахали такими огромными товарищами что нужно срочно их пересаживать большой уличный брудер брудер это я тоже вам показывал друзья немножко подшипелявлю зубного был уколы там были поэтому прошу простить меня зашипелялась некоторым короче наши индюшата уже не помещались туда к сожалению нету возможности каждый день за ними ухаживать мы ходим все на работу дома никого нету они жили в брудере моим стелили пеленки но такие пеленки впитывающие вам показывал на вот такие и они успевали эти пеленки все всем пеленка сейчас задел лампу греющую дым пошел приподнять повыше сейчас про лампу все отдельно расскажу дальше короче из за того что за день они естественно ходили под себя там нет никакого сетчатого дна они все как свиньи то есть они меня все грязные как поросята мне конечно стыдно но к сожалению мы занимаемся птицы не профессионально только по вечерам и по выходным поэтому не успеваем все делать правильно и в нужное время поэтому наши индюшата немножко поросятам прошу на нас за это на за это не ругать короче брудер брудер у нас готов подведена к нему вода тепло корм засыпан осталось только посадить наших птиц ну что поехали други мои посмотрите какие они стали лосики просто жирнюки жирнюки огромные так лампу еще повыше поднимем так давайте вам покажу какие они красивые вот две с половиной недели птички посмотрите какая она уже огромная просто до лошадка такая небольшая вот что значит индюшата породистые давайте другим моим нам тут будет хорошо всего у нас выжило и скажем так не было отбраковано 13 штук это немного мы уже об этом говорили 13 штук но зато они все крепкие хорошие если они все вырастут нам этого будет достаточно что мы выращиваем птицу для себя не для продажи да вот поэтому да ну что хорошо вам тут зверюги я вас сам хоть рассмотрю нормально да видите спокойно себя ведут нравится им тут место конечно тут значительно больше как вы видите вот нас две греющие лампы была раньше одна я решил поставить две потому что думаю что им будет холодно потому что у нас испортилась 5 погода опять холодина пока они у нас на пеленке который уже моментально за три минуты загадили но пусть еще не маленький пусть пока будут на пеленке снизу у нас греющий кабель то есть вот идет греющий кабель который подключен на постоянку из него идет тепло от него идет тепло постоянно вам по эти подключены к датчику вот видите это у нас выход датчика температурного который снимает показания выставил 30 градусов температура думаю нормально будет им сейчас 30 градусов ну бункерная кормушка вы видели у нас корм засыпается сюда до комбикорм я использую сейчас пурина по моему пурина старт один как посоветовал мне илья вот этот товарищ который помогал мне с покупкой птицы мой коллега птицевод профессиональный птицевод фермер вот он посоветовал курину старт что они очень на ней хорошо будут расти комбикорм очень дорогой но при этом качественный это сейчас самое главное не пильные поилки им известно увидеть они сразу пьют оттуда вот они знают не пиля еще по своему детству то есть они у нас практически с первых дней начали пить воду именно с не пилей не пиле это очень удобно это классно единственно что надо если у вас не пиля как вот у меня блюдо который я использовал ну который мне маленький брудер в котором они жили изначально да он ну короче вода вся выливала снизу там вначале была лужа такая целая я даже подставлял туда ох уже сюда залетел от красавчик вот молодец вот что надо конечно для не пиле иметь какой-то слив иначе будет луже да но у нас тут соответственно все льется вниз на улицу ничего страшного давайте их покормим вот мы им даем травку стараюсь травку я вот так вот привязывать чтобы она висела непосредственно на стене чтобы им было удобно ее брать во первых траву во вторых проблема в чем заключается у нас ну ладно сейчас пока лежит пеленка пока они маленькие потом они подрастут и получится что трава вся будет под ногами ну и сейчас уже они будут ее выдергивать трава будет под ногами у них и эта трава вместе с пометом забивает сетку то есть у нас абсолютно все будет забито внизу и помет не будет проваливаться они опять же будут такие же поросятами поэтому траву мы стараемся привязывать эти нравится им травка вполне закрываем наших цеплят вот у нас автоматика до который я вам показывал тоже самодельная вся она регулирует включение выключение ламп которые у нас наверху то есть они у нас если температура падает ниже 30 градусов внутри бруса брудера автоматика включает обогревающую эти инфракрасные лампы они греют к сожалению друзья я сейчас камеру развернул да вы видите курятник я еще не доделал буду доделывать меня многие ругают там некоторые даже не пишут что я ничего не доделываю все что начинаю мужики но ну не успеваю реально но сделано много просто не показывал еще внутри много что я сделал снаружи там практически весь металл уже сделаны двери все подготовлено для покраски для строительства крыши не успеваю но прикидывайте сами меня я хожу на работу как все остальные обычные люди 5 раз в неделю меня получается два выходных то есть месяц 8 выходных мне нужно там птицами заниматься я там пиво варю самогонку делаю на стрельбище ездить стреляю какие-то домашние дела ремонт и там приготовление пищи там ну что угодно очень много делал сейчас весна была огородный сезон я там теплички делал грядки делал это все занимает очень много времени нет у меня времени делать курятник но я его сделаю сейчас начинается у меня отпуск я сейчас плотненько им займусь потому что вот эти вот ребята они очень быстро растут я даже не знаю через две-три недели мне кажется им уже место будет мало в этом буду и мы сделаем курятник часто эту уличную часть я сделал над ней крышу надеюсь успею и запустим сюда наших индюков то есть они будут жить внутри поставим там обогревом там кунь будку ну придумаем крышу поликарбонатную планирую делать для это надо хотя бы оштукатурить одну стенку еще у меня проблема точнее как проблема появилась у меня емкость которая будет обеспечивать водоснабжение в курятнике она не влазить надо вынимать окно то есть одно окно буду я выдирать протаскивать емкость ну покажу что получится поэтому не судите строго не успеваю видеть у меня и тут брудер там я его изначально делал для помещений внутренних то есть что он у меня будет находиться не на улице он не защищен сверху от воды но видеть уже два года тут стоит на этом месте вот закрываем пленочкой чтобы не промокала до дожди-то у нас частенько вот да там у цыплят есть освещение если кто смотрел проект брудер как я его делал там есть лампа дневного света то есть им там светло ну все друзья до следующих встреч покажу что-нибудь в следующий раз чего-нибудь обязательно снимем пока и и и и и и и Продолжение следует...